Те, кто занимаются расследованием, сегодня были в парламенте. С отчетом пришли генпрокурор и глава службы безопасности Украины. И не только тема Саакашвили была в центре внимания. Нардепов также интересовал вопрос взаимоотношений силовых структур. О том, нет ли конфликтов между ГПУ, СБУ, САП и НАБУ, расскажет Елена Зорина. Они ждали четверых, а пришли двое генпрокурора и глава СБУ уже постфактум. Генпрокурор сообщил руководителю антикоррупционного бюро антикоррупционной прокуратуры, не будет они в командировке. Вчерашняя телеграмма «Вернуться в Киев по делу срочно» не подействовала. Генпрокурор убеждает парламентариев, директор НАБУ нашел дела поважнее. Луценко повторил войны между ведомствами нет, это миф. Но тут же не упустил возможность вспомнить промахи руководителя бюро и откровенные нарушения, такие, например, как незаконное прослушивание. Суд позволил НАБУ снять информацию 17 абонентов. Сняв из 114. Кто эти люди? Это охрана президента воюющей страны, это народные депутаты, это суды, это другие чиновники. А вот о коррупционном деле, миграционной службе и сорванной спецоперации отчитывался уже глава СБУ. Он намекнул, что еще нужно выяснить, была ли взятка или ее спровоцировали агенты бюро. Но о самом конфликте между ведомствами Василий Грицак предпочел говорить сдержанно. У нас довольно нормальная рабочая взаимодействие, как с НАБУ, так и с Генеральной прокуратурой, с Министерством внутренних справ и с другими субъектами оперативно-шуковой деятельности. В однажды я не могу понять, когда кому-то даются какие-то преференции, а не понимали вынятки. В свою очередь главы САП и НАБУ, находясь в США, после участия в глобальном форуме по возвращению коррупционных активов, заявили, что свой визит в Штаты прерывать не намерены. Дискотелеграммы ни от Луценко, ни от спикера Порубия не получали. График американского вояжа расписан у Холодницкого и Сытника до 12 декабря.